Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Сохранить социальную направленность. В Самарско-губернской думе в первом чтении приняли бюджет региона на 24-й и плановый период на 25-й и 26-й годы. В мире отмечают День логопеда. С какими проблемами чаще всего обращаются к специалисту современные дети. Осенний калейдоскоп. В Самаре для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали городской онлайн-фотоконкурс. Более 60% средств направят на здравоохранение, образование, физкультуру и спорт. Депутаты Самарской губернской думы в первом чтении утвердили бюджет региона на 2024-й год и плановый период 2025-го и 26-го годов. Сколько составят доходы и расходы и на что будут направлены средства в нашем материале? Принят в первом чтении. Депутаты Самарской губернской думы утвердили бюджет региона на 2024-й год и плановый период 2025-го и 2026-го годов. Доходы на следующий год составят 228 миллиардов 391 миллион рублей. Расходы 247 миллиардов 127 миллионов рублей. Бюджет сохранит социальную направленность. Важнейшим приоритетом является поддержка экономики, промышленности, технологического развития. При этом, коллеги, мы с вами ни в коей мере не ухудшаем ситуацию по социальной поддержке. На социальную сферу здравоохранения, образования, физическую культуру и спорт будет направлено более 60% бюджета, свыше 151 миллиарда рублей. Бюджет, который определен, бюджет развития, да он с плюсом, позволяет двигаться вперед. Всем. И науке, и производству, и сельскому хозяйству. Также были внесены изменения в бюджет текущего года. В 2023-м увеличиваются расходные и доходные части за счет поступления налоговых и неналоговых доходов на 2 миллиарда 966 миллионов рублей. Виктория Шарой, Константин Головин. События. Сегодня стало известно, что Виктор Кудряшов покидает пост первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области. По данным из официальных источников, причиной стало состояние здоровья главы регионального Кабмина. Цитата. В 2019 году Виктор Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области. Вся трудовая деятельность Виктора Кудряшова, опытного управленца, была направлена на социально-экономическое развитие Самарской области, связана с реализацией государственных программ, национальных проектов, инициированных президентом России. В фокусе постоянного внимания главы регионального правительства были вопросы жилищного строительства и поддержки предприятий, занятости в трудовых коллективах. Важными задачами правительства Самарской области под руководством Виктора Кудряшова являлись укрепление и развитие инвестиционного потенциала Самарской области, формирование эффективной системы социальной защиты населения. По прогнозам синоптиков, к ближайшим выходным в Самару придет похолодание. Снег и заморозки минус 2 градуса днем и до минус 5-7 градусов ночью. Коммунальщики и службы благоустройства готовятся к изменениям погодных условий. Актуальные задачи разбирались сегодня во время еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Алексея Веселова. В первую очередь напомнили о зонах ответственности обслуживающих организаций. Как и в прошлые сезоны, за состояние внутриквартальных проездов и неразграниченных территорий отвечают администрации районов. За содержание придомовых и внутридомовых территорий управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Активно включаются в работу муниципальные предприятия и другие подрядчики, которые обслуживают общественные пространства и автодороги города, пешеходные зоны и другие элементы уличнодорожной сети. Этим территориям уделят повышенное внимание. Главы районов координируют работу служб. Вся необходимая техника готова. Упор также сделают на обработку территории Самары противогололедными материалами, такими как галит и песчано-соляная смесь. Которые использовали и в прошлые годы с учетом погодных условий. Важно, чтобы все службы сработали слаженно, особенно если предстоит переход к отрицательной температуре. Наша задача, чтобы совместно, качественно, оперативно и вовремя реагировать на ситуацию. Сегодня мы еще раз попросили коллег обратить внимание на прогноз погоды с учетом ухудшения погодных условий к выходным, чтобы были графики дежурств и наши все службы были готовы встречать зиму. У каждого внутригородского района, у компании, которая еще раз занимается содержанием очень дорожной сети, вся потребность, она закуплена, есть и находится в наличии. С теплотой и любовью в Самаре серебряные волонтеры шьют декоративные подушки для Самарского областного геронтологического центра. Там находятся пациенты с ослабленным здоровьем, инвалиды и пенсионеры. Визит в учреждение запланирован на 1 декабря. Ксения Баканова попувала на производстве и готова рассказать подробности. Сейчас я буду выкраивать вторую часть вот такую. В цеху кипит работа. Наталья Давыдова выкраивает подушку. На Руси такое декоративное изделие ласково называли «думочка». Обычно хозяин подкладывал ее под щеку или накрывал ухо, чтобы расслабиться, отвлечься от внешнего мира и уйти в мир дум. Наталья рассказывает, нужно успеть изготовить 25 изделий. Уже 1 декабря они отправятся в Самарский областной геронтологический центр. Они небольшие, размер вы видите, мы выкраиваем где-то 20 на 25, чтобы удобно было сидеть. То есть это как бы нам неотъемлемая часть сейчас, нашим пожилым людям, помощь, потому что оказывается благоприятно действуют они, и когда они очень красивые, нарядные, мы приносим. Каждый волонтер – как звено одного большого механизма. Кто-то занимается выкройкой, кто-то прошивает изделие, а кто-то наполняет его синтепоном. Подушка рождается за полчаса. Хочется сделать добрые дела. Все по зову сердца сюда приходят для того, чтобы не только общаться. Конечно, общение между серебряными волонтерами – это тоже важно. Но еще, когда доставляешь радость другому человеку, ты видишь, что это востребовано, нужно. Это придает сил, есть отдача, то есть обратная связь. Волонтеры говорят – равнодушных нет. Стараются помогать и обычные люди. В цех несут различные материалы, которые могут пригодиться в работе. Ткань, нитки и пряжу. А для того, чтобы начать, не нужно особых навыков. Достаточно иметь свободное время и желание помочь. Ксения Баканова, Петр Паломеев, События. Как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников? Желающие могут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации от Центробанка. В России проходит онлайн-зачет по финансовой грамотности. Он продлится до 21 ноября. Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачет можно индивидуально или всей семьей. Финансовый рынок развивается очень быстро. На нем появляются различные продукты и услуги. С помощью зачета по финансовой грамотности все желающие смогут проверить уровень своих знаний, выявить пробелы и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Успешно справившийся с зачетом получит сертификат. В этом году онлайн-зачет проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали более полутора миллионов человек. Далее коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители Центробанка рассказали о новом мошенническом способе обмана людей. Аферисты создают аккаунты в социальных сетях от лица руководителей региональных управлений Центробанка. Вымышленные работники банков просят своих коллег из крупных компаний или ведомств помочь в задержании мошенников. Они предупреждают, что скоро им будет звонить представитель профильного министерства. Далее аферисты под любым предлогом убеждают жертву перевести денежные средства. Сотрудники Центробанка добавили, что представители регулятора не занимаются служебными проблемами через мессенджер или социальные сети. Правительство подготовило меры по стабилизации цен на яйца. Проверкой обоснованности их подорожания займутся ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. Кроме того, ведомства рассмотрят возможность наращивания импорта и стимулирования бизнеса на заключение долгосрочных контрактов. По данным Росстата, стоимость куриных яиц в Российской Федерации выросла в октябре на 13% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали почти на 19%. По информации предпринимателей, росту цен предшествовало увеличение стоимости материально-технических ресурсов и транспортировки продукции. Кроме того, спрос на яйца вырос, тогда как из-за птичьего гриппа и других заболеваний темпы увеличения рынка замедлились. А вот избежать дефицита мандаринов к Новому году, а также стабилизировать цены на них удастся за счет увеличения поставок из Турции, Марокко, ЮАР и Туниса. Об этом рассказал председатель Президиума Ассоциации компании розничной торговли Игорь Караваев. По данным Росстата, на конец октября мандарины подорожали почти на 83% по сравнению с прошлым годом и средняя цена составила 202 рубля за килограмм. По словам экспертов, причиной стало изменение курса рубля к мировым валютам. Также сыграл роль неурожай в некоторых странах-поставщиках. Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали, какие продукты надо обязательно включить в свой рацион для укрепления здоровья в ноябре. Для профилактики сезонных заболеваний полезны овощи – морковь, свекла, репа, разные сорта капусты, картофель, хрен, корень сельдерея, редька и чеснок. Из фруктов стоит выбрать сладкий гранат. Его плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую, мочеполовую и эндокринную систему, пищеварение, состояние кожи. Еще один витаминный десерт ноября – хурма. В ней особенно много витамина В5, который влияет на обмен жиров, углеводов и белков. Стимулирует работу надпочечников. В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов с 1 сентября 2024 года. С этого времени предлагают также начать маркировать ветеринарные препараты, растительные масла и корма для животных. Эти инициативы озвучили на совещании у вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Как стало известно, Минсельхоз России поддержал проведение экспериментов по ведению маркировки по нескольким товарным группам. Кроме того, Минпромторгу и Минсельхозу поручено проработать вопрос о корректировке сроков ведения обязательной маркировки молочной продукции, произведенной фермерскими хозяйствами, а также представить правительству предложение по ведению обязательной маркировки отдельных видов товаров, относящихся к детскому питанию. Срок – 1 декабря 2023 года. Напомним, в конце сентября Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года. Также был опубликован проект, в рамках которого министерство предложило с 1 апреля 2024 по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. Тесты по маркировке растительных масел планировали провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года. Тот, кто воспитывает правильную речь. 14 ноября отмечается Международный день логопеда. Профессиональный праздник был утвержден в 2004 году официальным решением Всемирной ассоциации здравоохранения. Хотя зародилась специальность еще в позапрошлом веке, а с нарушениями речи люди пытались бороться и раньше. Какие проблемы помогают решать логопеды сегодня, расскажет Светлана Кудрявцева. У каждого четвертого ребенка в мире есть нарушения речевого развития. Дети начинают позже говорить, их речь становится беднее. Как показывают специальные исследования, если в середине 70-х годов прошлого века дефицит речи был только у 4% четырехлетних детей, то сегодня уже у 25%. За 20 последних лет число речевых нарушений возросло более чем в 6 раз. Дети непростые, с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Мы, к сожалению, часто не просто логопеды, мы чаще дефектологи. Дети, которые приходят сейчас ко мне и приходили в 90-е годы, там в 88-м, 90-м, 92-м, мы выпускали из детского сада детей однозначно у всех норм речевого развития. То есть не было такого, чтобы мы не исправили речь. Сейчас, к сожалению, и опыт работы больше у нас, и мы умеем больше, но дети приходят с комплексом нарушений. И сейчас мы чаще всего говорим про частичную коррекцию даже, к сожалению. Становление речевой функции идет поэтапно. По словам специалистов, к одному году жизни ребенок должен произносить от 8 до 10 слов. К двум годам первые фразы должны состоять из двух-трех слов. А к трем годам ребенок использует общеупотребительную речь, а к пяти должен говорить как взрослый человек. К семи годам должен быть готов освоить письменную речь. Поэтому именно в дошкольные годы необходимо посещать логопеда. В Самаре ребята ходят на коррекцию речи чаще всего с 4-5 лет. И причина речевых нарушений не в невнимательности родителей, как многие часто считают. Бывает, что родители до сих пор, как ни странно, они в неведении и таких простых вещей, на наш взгляд, не знают и часто не слышат. Но не только это. Я бы на первое место поставила неврологические проблемы. Те дети, которые есть у меня, часть из них, я ничего не смогу сделать. Мне родители говорят, что мы к вам пришли. Я им говорю, что я не смогу. Я, честно, откровенно, уже как бы столько времени отработав, я могу сказать, что, к сожалению, я вот в этом вам могу помочь, а вот в этом я вам не могу помочь. И часто это межпредметные связи, это такая хорошая связка должна быть с медиками. Но здесь очень много в этом направлении еще, конечно, нужно делать. Речь — это функция нервной системы. Формирование речевых навыков в первую очередь зависит от зрелости коры головного мозга, от подкорковых структур. Речь может нарушаться по различным причинам, например, анатомическим нарушением артикуляционного аппарата. Но среди современных причин, которые приводят к нарушениям, недостаточное общение и увлечение с раннего возраста гаджетами. По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, то есть около 4 часов в день, что намного превосходит время общения со взрослыми. Казалось бы, малыш, сидя перед телевизором, постоянно слышит речь, что мешает ее освоить. Дело в том, что речь с экрана не воспринимается детьми раннего возраста как адресованная им лично и не включена в их практическую активность. Для малыша небезразлично, кто и как произносит слова. Ему также важен взгляд, заинтересованное внимание, ответная улыбка, эмоциональная выразительность, любовь и забота. Все это может дать ребенку именно живое общение. Поэтому специалисты рекомендуют родителям больше времени уделять детям, играть, общаться, заниматься вместе творчеством. А если нарушения речи уже появились, не откладывать визит к логопеду. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Возможностей для длительных зарубежных поездок и удаленной работы становится больше. Поэтому многие люди стремятся проводить зиму в теплых странах. Аналитики Яндекс.Путешествий изучили данные по поиску авиабилетов и выяснили, куда собираются уехать на зиму жители Самары. Учитывались поездки дольше трех недель. Оказалось, что больше всего самарцы интересуются длительными путешествиями в Арабские Эмираты, Турцию, Азербайджан и Армению. Это традиционные для региона направления для зимовки. Среди конкретных направлений лидируют Дубай, Стамбул, Баку и Ереван. В этом году дальние зарубежья, особенно страны Азии, куда россияне традиционно отправляются в холодное время года, стали доступнее для длительных поездок. В этом сезоне 50% таких путешествий пришлось именно на эти направления. В прошлом году было 42%. Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8% пунктов. С 24% в прошлом году против 16% в этом. Праздник, которому рады и дети, и их родители. В Самарском дворце ветеранов для ребят с ограниченными возможностями здоровья прошел городской онлайн-фотоконкурс «Осенний калейдоскоп». Подробнее в нашем сюжете. Для многих ребят, присутствующих в зале, такие праздники в Самарском дворце ветеранов – редкая возможность выйти из дома. Для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел городской онлайн-фотоконкурс «Осенний калейдоскоп». Вместе с родителями ребята создавали подделки и аппликации из природных материалов, готовили блюда из того, что выросло в огороде, фотографировали свои работы и отсылали жюри. Организаторы праздника – Всероссийское общество инвалидов и комплексный центр социального обслуживания населения. Мы начинали с 10 семей, сейчас 31. То есть, понимаете, вот за эти несколько лет люди поняли, что это интересно, что это познавательно, что это сближает людей, что людям помогает как-то изменить свою жизнь, выйти в люди и показать, какие мы хорошие. Мы постарались сделать, чтобы мероприятие было и праздничным, и музыкальным, и познавательным, и вкусным. У нас уже этот традиционный праздник «Осенний калейдоскоп», который мы уже организовываем три года совместно с областным обществом инвалидов. В празднике в основном участвуют у нас дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим изначально за два месяца онлайн такой конкурс, где ребята представляют какие-то свои работы. Жительница Самары Виктория Борисова рассказывает, ее девятилетние дочери-тройняшки Анастасия, Екатерина и Светлана и поделку на конкурс сделали, и перед зрителями выступают. Конечно, я хочу сказать огромную благодарность, что нам дают такую возможность организаторы принять и участие, и детей простимулировать этим, и это объединяет семью. Победителям конкурса вручили сертификаты на покупку детской одежды. Кроме того, детям и их родителям вручили наборы продуктов. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Крылья Советов Победы завершили первый круг чемпионата России по футболу. Баскетболисты Самары прервали серию поражений, а хоккейная «Лада» выиграла битву лидеров конференции в КХЛ. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Крылья Советов Победы завершили первый круг чемпионата России по футболу. На домашнем поле самарцы принимали «Урал» из Екатеринбурга. В начале встречи волжане заработали сразу два пенальти, но реализовали только один из них. Сразу после перерыва гости счет сравняли, но большего сделать они не смогли. Самарцы показали свой атакующий потенциал и дважды поразили ворота гостей. Отличились Шитов и Писарский. 3-1 победа «Крыльев». Клуб делит третье место с двумя московскими командами «Динамо» и «ЦСК». В первой лиге в рамках 18-го тура футболисты «Акрона» на выезде встречались с «Химками». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, а потому имели шанс изменить ситуацию среди лидеров турнира. Хозяева в первом тайме отдали инициативу в матч итальятинцам, а сами искали возможность забить в контратаке. Такой шанс появился в начале второго тайма, и «Химчане» открыли счет. После чего команду устроили голевую перестрелку. За 10 минут «Волжане» сравняли, снова пропустили и вновь сравняли. 2-2 на табло сохранились до финального свистка, а «Крон» опустился на второе место в таблице. Хоккеисты «Лады» сыграли матч лидеров конференции в КХЛ. Тольяттинцы, возглавляющие «Восток», принимали московский «Спартак», занимающий первое место на Западе. Первый период прошел при преимуществе гостей, которые открыли счет в матче. В начале второго игрового отрезка москвичи удвоили свое преимущество, но хозяева дважды реализовали численное преимущество и сравняли счет. В середине третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами. Так и закончилось основное время. В овертайме победители не выявили, а в серии булитов, точнее, оказались тольяттинцы. 4-3, победа «Лады». Баскетболисты «Самары» прервали серию с трех поражений в единой лиге. Накануне «Самарцы» дома принимали клуб из Нижнего Новгорода. С первых минут хозяева показали свое желание победить при своих болельщиках и оторвались на 10 очков. Нижегородцы смогли отыграться, но на большой перерыв команды ушли при двузначной разнице в пользу «Самары». Во второй половине гостей несколько раз приближались на расстояние одного точного броска, но «Самарцы» сдержали их и довели матч до победы. 85-79. Во Владимире состоялись всероссийские соревнования по тхэквондо хумсе среди спортсменов с нарушениями интеллекта. Самарскую область представили две спортсменки – члены национальной сборной команды «Россия» Виктория Пенькова и Ирина Галанина. По итогам соревнований девушки завоевали пять медалей – одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарскую область планируют поставить более 200 единиц общественного транспорта. По информации регионального Минтранса, это произойдет в ближайшие месяцы. Автобусы будут обеспечивать внутримуниципальные и межмуниципальные перевозки пассажиров по 91 маршруту, пишет телеграм-канал Кировского района Самары. Телеграм-канал Красногринского района рассказывает, когда надо менять счетчики воды. Они помогают собственникам платить только за фактически использованный ресурс, а не по общедомовым нормативам. Замена индивидуального прибора учета воды необходима, если истек срок эксплуатации или прибор неисправен. Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки. Если жилец обнаружил поломку, ему нужно как можно скорее известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию для выдачи предписания на замену. Если неработающий прибор вовремя не заменить, то придется платить по нормативу. Как правило, оплата при этом возрастает. 18 ноября в Самарском доме дружбы народов на Воронежской 9 состоится 26-й областной чувашский фольклорный фестиваль «Керсари». Это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после завершения уборочных работ пекли хлеб из зерна нового урожая, варили напиток из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных. Вход на фестивальную площадку свободный, начало в 11 часов, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни, информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия по общей физической подготовке, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису. Представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Занятия по утренней гимнастике проходят в Самарском дворце ветеранов на Мориса Тореза, 103А, каждый понедельник и четверг в 8.30. Подробности по телефону 261-56-66. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok